В этом видео я хочу рассказать вам об очень популярной северной шерсти исландской, о шерсти лопе, из которой вяжут знаменитые исландские свитера. О шерсти очень практичной, очень качественной и очень-очень теплой. Шерсть лопе В Исландии водятся овечки, порода которых так во всем мире и называется, айслендик. Айсландцы ее называют лопе своих овечек. Ну и, соответственно, лопе – это и шерсть пряжа, которую делают из шерсти этих овец. Кудрешки, они вот как выглядит шерсть, которую состригли, ну, конечно, я специально постирала несколько, да, вот таких кудрешек, она вот такая. У нее есть совершенно явно выраженный такой подшерсток, да, вот мягенький, как пух, и есть довольно грубые, но длинные такие эффектные кончики, да, это именно пуховая часть, а это покровный волос, то есть это не ось, это покровный волос, это не мертвые шерстинки. И, в общем-то, для того, чтобы сделать более нежную пряжу, вот таким вот образом, вот я буду прямо тут показывать, да, чтобы было хорошо видно, вот так вот берут, да, и вычесывают, выдергивают вот эти вот длинные покровные шерстинки. И остается вот он кусочек пух, который потом прочесывается, и получается более мягкая пряжа. Но, в основном, свитерата вяжут не из самой мягкой пряжи, вот пух, он где-то 23-24 микрона. А вот эти шерстинки бывают, да, кстати, вот бывают даже вот такие вот длинные. Это очень хорошо можно использовать в валянии, делать красивые эффектные ковры, чем я, собственно, и занимаюсь, они очень-очень хорошо смотрятся, ну, как бы их приятно валять, шерст легко уваливаются такие флицы. Но больше не для одежды, а для интерьерных объектов, для ковров. Для одежды это непрактично, да, то есть, потому что, ну, вы видели, как легко выдергиваются вот эти вот длинные кудрешки. То есть, для интерьера на стенке, допустим, висит такой ковер, такое панно, это хорошо, для одежды это уже непрактично. Ну, и, в общем, грубые. Вот эта вот часть, она 30, бывает даже 35 микрон, в зависимости от возраста овечки, и, соответственно, как бы вот у более молодых ягнят, кстати, более жесткий покровный волос, чем старше овечка, тем у нее пуха больше даже, и вот этот вот покровный волос, он такой уже истончается, то есть, как бы животное с возрастом слабеет, и шерсть становится тоньше, но она не становится менее теплой. А вот удивительные свойства вот знаменитых вот этих, вот видите, налезло сколько вот этих шерстинок, налиняло, да, с флиса, вот. Удивительные свойства знаменитых вот этих исландских свитеров, они как раз-таки напрямую связаны с тем, что для пряжи вот этот толстый покровный волос не удаляют, то есть, пряжа получается такая двухкомпонентная. Сначала, да, когда шерсть прочесывают, я буду показывать на кусочке прочесанной шерсти, но окрашенной, да, это кардачос лопи, называется он кемба лопи, да, вот тут идет и покровный волос, и пуховый, то есть, если взять вот, да, вот этот кардачос, и когда из него делаешь пряжу, я иногда, если у меня нет под рукой нужного цвета пряжи, а кардачоса кемба у меня достаточно много, я из нее много чего делаю, валяю именно, я иногда, бывает, сприду клубочек, ну, вот, вот этот кардачос, он такой более грубого прочеса, и вот, если будете смотреть, да, в нем комочки попадаются, и вот эти вот длинные покровные шерстинки в смеси с пухом. Из этой пряжи отлично можно валять и добавлять ее при валянии тапочек, и можно, допустим, делать какие-то покрывала, пледы, это вот дырочка, у меня все образцы войлочные, они собраны в такой каталог, альбом я достала из него, вот, интересно, что при валянии, вот кардачос лопи, да, цвета не перемешиваются между собой, они наслаиваются один на другой, то есть, вот, вы видите, сюда практически не пролез другой цвет, да, вот, и можно делать очень интересные объекты, хотя, вот, грубая шерсть, она такая при тонкой раскладке оставляя, остается такой, ну, ажур, да, на просвет, вот, мне тут вам на свет особенно это дело не показать, не видно, но вот она такая кружевная на вид, хотя шерсть достаточно грубая, ее, конечно, можно ламинировать какими-то волокнами, шелком, допустим, хотя она волокна, в общем, изрядно съедает, но можно ее смягчать, вот, кашемирчиком можно ламинировать, когда что-то валяете, ну, как бы не все мои подписчики увлечены, как я, валянием, кто-то больше вяжет, поэтому мы, наверное, еще и про пляжу побольше поговорим, хотя, в общем, войлочные проекты, тоже еще о них, к ним вернусь, ну, то есть, вот-вот он такой кардачос, после того, как шерсть, да, прочесали в такой кардачос, ее уже вытягивают на ровницу, и вот это материал, который я просто вот безумно люблю, ровница лопе, так называемая плотулопе, да, выглядит она вот таким вот образом, то есть, вот, мои любимые лопопейсы, ну, вообще, как бы, классические лопопейсы, они так и вяжутся, из вот этой ровницы, ее берут в два сложения, да, то есть, вот, в одно сложение можно вязать, но, смотрите, поскольку эта ровница, хоть в ней и есть более длинные шерстинки наряду с пухом, посмотрите, какая она, оп, да, когда еще она не прошла влажно-тепловую обработку до вязания, она вот такая слабенькая, вот, если она спрядина, да, вот уже таким образом, вот, даже скручу я в одну нитку, вот ее не разорвешь, она прочная-прочная, а если в две нитки, то вообще прочнейшая, а вот, когда она просто ровнется, да, она такая вот слабенькая, и, кстати, вяжут очень часто вот так вот, да, с двух хвостиков, поскольку она продается вот всегда в таких матушках, да, в таких таблетках, всегда вот наклеечка вот эта вот плотулопи, вот так вот приходят посылки, когда из Исландии ко мне, она вот так выглядит, она, ну, вот, можно вязать прямо вот так вот с двух хвостиков, и, наверное, классически, это правильно, раньше я так всегда вязала, но тут вот столкнулась, она с кошкой молодой, ей еще года нет, к клубкам относятся абсолютно спокойно, но когда она видит два вот этих вот, от этой таблетки шерстяной, два хвостика, она просто сходит с ума, и я в этом сезоне, когда вяжу свои свитера, вынуждена сматывать сразу двойные клубочки, тут не бывает провисания нити, потому что, в принципе, когда вяжете, да, ну, можно эту ровницу там где-то чуть-чуть подтянул, но вязать надо очень аккуратно, и я планирую вот через недельку, да, еще одно видео именно про лопопейсы из исландской шерсти, я расскажу поподробнее о всяких разных хитростях, чтобы шерсть, вот эта вот ровница не рвалась в работе, чтобы легче было с ней, особенно если, ну, с непривычки, да, действительно неприятно, если шерсть обрывается, но смотрите, даже если она, даже если она в два сложения, вот зацепили где-то, дернули, вот она разорвалась, да, ее не надо связывать в узелок, и я вот, честно говоря, пальцы послюнила, да, вот таким вот образом прошлась, и все, сразу в вязание опять этот кусочек, все нормально, да, то есть даже не то, чтобы подваляло, а чуть-чуть скрепило концы, то есть, в общем-то, это очень-очень легко делается, это удобно и легко. Вот эта вот шерсть плоту лопе, вообще поставщик основной из Исландии, это компания Истекс, это исландский текстиль, да, если расшифровать, это национальный поставщик пряжи и изделий из шерсти. В Исландии вообще вяжут просто поголовно все, и вот лопопейсы, ну, как бы были обычные, традиционные свитера усовершенствованы, да, вот превращены в такие классические лопопейсы с орнаментами где-то в 70-х годах 20-го века, и это стало просто народным таким национальным промыслом. Вот эта вот шерсть непряденная, да, плоту лопе, вот такая ровница, она бывает вот таких вот великолепных цветов, специально я из карты достала вот эти плашечки, да, причем, смотрите, дюжина вот просто прекрасных натуральных оттенков. Вот такая шерсть бывает неокрашенная, да, вот от чисто белой до практически глубокого черного, то есть темно-коричневые, посветлее, серые оттенки. Эта шерсть вот такая, какая растет на овечках, их когда стригут, естественно, белую шерсть откладывают, отдельно прочесывают, серую, коричневую, черную тоже отдельно, и ее даже не миксуют порой дополнительно, но есть вот немножко вот такой оттенок антрацит, вот пятерочка, да, он черный, чуть-чуть с серым, с белым, да, то есть вот такой легкий замес. И окрашивают они вот в такую великолепную палитру. Раньше красили натуральными красителями, сейчас, конечно, уже используют химические. Оттенки разные, от таких вот мягких, достаточно спокойных, припыленных, до, есть оттенки даже вот такие почти кислотные, у них сезонные появляются, сезонные прокраски шерсти, но вот я вам хочу сказать, вот у меня вот эти вот плашечки, им уже лет 10, да, каталожные, да, со всеми цветами, три года назад, там, пять лет назад, в прошлом году, когда я покупала шерсть, абсолютное попадание тон в тон, то есть не гуляют цвета, в плане окраски темные цвета, ну вот вы связали свитером, они чуть-чуть могут подлинять, вот особенно темно-синие, да, чуть-чуть-чуть они так подголубят воду, но это просто уходит лишний пигмент с шерсти, да, то есть так вот шерсть, она все-все в себя вбирает нужное количество, то есть красят они очень-очень хорошо, но это вот то, что касается непрядиной лопи, да, то, что я хотела о ней рассказать, а, ну вот еще хотела сказать, вязать ее лучше всего резинку на спицах 4,5, а полотно, вот допустим, гладкое у меня, это на пятерке связано, это для того, чтобы получилось такое вот равномерное, гладкое полотно, причем за что я особенно люблю плоту лопи, ну она подешевле, да, как бы, чем прядиная шерсть, но в непрядиной никогда не бывает заметна никакая рядность, то есть это вот абсолютно такой идеальный материал для тех, кто начинает вязать, ну, в общем, у меня, как бы, опыт уже достаточно большой, много лет я из этой шерсти вяжу, просто вяжу-то много лет, а из этой шерсти тоже больше 10 лет, вот никакой рядности тут не бывает видно, да, вот изнанка, видите, такая аккуратненькая, резинку, такую вот пружинящую резинку, эта шерсть не дает, причем будь то непряденная, будь то пряденная шерсть, ну, как бы, все равно резинку она так не держит, то есть надо в дизайне понимать, что даже если вы свяжете резинку очень плотно, ну, она будет так слегка подстягивать, ну, у меня, честно говоря, в семье никто не любит, чтобы вот резинка все-все стягивала, мы любим свободные силуэты, дочь вообще оверсайз никакие резинки не признают, поэтому для меня это не страшно, а так, если хочется, чтобы резинка, как бы, чуть-чуть стягивала полотно, ну, во-первых, ее можно связать на более тонких спицах, более плотно, и от нее просто дать в основное полотно прибавки, то есть можно вот таким образом поступить. Хорошо, стабильно, что вот у меня есть образец из одной шерсти, да, из одной непряденной вот этой плотулопи, всегда это 14 петель на 10 сантиметров, я уже знаю эту плотность, и мне всегда очень легко рассчитывать, очень-очень удобно. И, в принципе, вот эта вот плотность, она совпадает с алофослопи, это уже другой вид пряжи, там она пряденная, причем в два сложения, и есть более такая балки, да, есть в три сложения. Вот если непряденная плотулопи, она 300 метров на 100 грамм в матушке, да, и если вяжешь в два сложения, это 150 метров на 100 грамм, то, соответственно, вот плотулопи, это вот 130-150 тире на 100 грамм метров, ну, а балки это 100 метров в 100 граммах, да. Ну, вот с этой пряжей разобрались, алофослопи у меня, я даже, думаю, ее не держу, ой, я, честно говоря, при большом объеме пряжи, вот этой плотулопи, такой вот ровницы, у меня нет нужды иметь уже такую скрученную, да, спряденную, но зато у меня есть разных цветов запас. Эймбантропи, это вот такая вот замечательная пряжа, вот она в тоненькое сложение, да, вот в одно сложение она всегда идет, тут у меня разные цвета, причем вот эта пряжа, из нее делают великолепные ажурные шали, она идет прямо вот на такие кружевные буквальные изделия, можно из нее вязать, ну, всякие разные джемперочки, кофточки, в ажурах она смотрится фантастически хорошо, хотя, в принципе, в орнаментах тоже. Вот это как раз то, о чем я говорила, когда обран покровный волос, вот эти грубые шерстинки, и остается вот один пух лопи, его придут, и получается вот такая вот очень ровненькая и очень-очень деликатная ниточка, да, то есть вот она такая, она не ворсится, в отличие от грубой, более грубой плотулопи, и алофослопи, она не ворсится, она гладенькая, она в изделии получается мягенькая, когда выстирана, ну, и выглядит просто великолепно. Причем цветовая гамма у нее, это естественно, да, все натуральные оттенки, нам так вот поверну этой стороной, чтобы было получше видно, но даже их обычно идет не 12, а 14, вот рыженькие еще два делают, и просто шикарная палитра окрашенных оттенков, вот, кстати, тут есть более такие яркие, вот ее красят прямо в большее количество цветов, из этой шерсти очень любят исландцы вязать детскую одежду, ну, потому что она более мягкая, более нежная, ну, в общем, конечно, что говорить, эта шерсть очень-очень высокого качества, да, как-то надо повернуть, чтобы это красиво выглядело, чтобы было видно логотип прямо из текса, да, вот, по этому названию, кстати, можно гуглить, да, из текса, это, ну, производители, да, и основные в Исландии продавцы этой шерсти, я дам ссылочки под видео, да, где можно в России купить, и магазин, где можно купить, ну, как бы онлайн, да, напрямую из Исландии, вот, ну, и в личной переписке, если кому-то очень важно это, могу дать контакты своего поставщика персонально, но надо помнить о том, что из Исландии эта пляжа, вот, у неё не сверхвысокая цена сама по себе, но доставка из Исландии получается дорогая, ну, вот, это, как бы, N-band looper тоненькая и более мягкая, причём, вот, я вам покажу, она хороша при вязании на спицах, это вообще без разговоров, ну, вот, посмотрите, как она роскошно смотрится в вязании крючком, да, вот так вот разверну, да, лицевой стороной, вот, я сейчас, как бы, да, работаю, у меня проект новый на подходе, вот, как она шикарно смотрится крючком, то есть, вы понимаете, да, какие шали можно, к примеру, делать, или просто целиком, ажурные красивые изделия, и вот, как раз то, что я вам говорила, да, как она тоже ещё работает в войлоке, потому что, ну, вот, такой сам был образец небольшой, но смотрите, как к ней прибаливаются любые другие флисы, декоративные волокна какие-то, да, шёлковые нити, шёлковый лэпс, как она хорошо смотрится вот с обвязкой крючком, то есть, ну, можно сделать детали спицами, это всё, ну, шикарно работает на этой шерсти. Конечно, Эйнбонд – это шикарная шерсть, ну, на уровне просто самых дорогих, скажем так, британских образцов, да, шерсти. Ну, что я могу ещё сказать? Разводит эту породу овец, айслендик, в Европе, в Скандинавии, то есть, ну, не только в Исландии сейчас, её и в Швеции разводят, и в Дании разводят небольшие количество овец, очень-очень популярна эта порода овец в Канаде и в Соединённых Штатах. В силу того, что при смене климатических условий меняются немного свойства шерсти в Канаде и в Штатах, в более тёплых местах, где этих овец разводят, да, вот территориально, шерсть потоньше и помягче. Ну, как бы вот такого массового производства пряжи и шерсти этих овец в Канаде и в Соединённых Штатах нету. Я с удовольствием покупала здесь канадского айслендика и покупала из Мэна и из Пенсильвании айслендика. Прекрасная шерсть, прочесываешь, придёшь, просто великолепно с ней работать. В плане того, как, ну, что вязать, да, исландские свитера, это понятно, это само собой. Ну, детскую одежду из Эйнбанд и всякие разные шали, там всё, это я тоже сказала, куртки тёплые, варежки, носки снашиваются, да, вообще шерсть довольно своеобразная, она очень долго не напитывается водой снаружи, ну, соответственно, как бы в сырую погоду, потому что исландские рыбаки, допустим, вот они все в этих свитерах ходят, да, то есть прекрасно можно в такую холодную, сырую погоду эти вещи носить. Шапки. Хороши только для тех, кто не боится того, что, ну, колюченькая. Но хороший вариант я пробовала, делать подмод из мягкой альпаки, и вот этот тонкий пух бэби-альпаки, он как бы смягчает вот так большую тонину, более грубую лопи, шапки получаются тогда изумительные, вообще вот непродуваемые и тёплые-тёплые. Из литературы. Сейчас много всяких разных книг, в которых описано, как вязать исландские свитера, и Ленки Ньюман вышла даже на русском языке книга, и есть ещё замечательные книги по вязанию исландских свитеров, много на разных ресурсах, просто описаний по петельных, там, схемы, всё это можно найти. Есть книги, которые, если вам повезёт встретить на Амазоне, допустим, бушные книги, ну, можете хватать, потому что сейчас перевод очень легко сделать, даже вот телефоном, да, отсканировал страничку, она вам выдаст перевод. Есть вот такая вот книжка, Элизабет Эбботт, это первая заводчица ослендиков в Канаде. Собрав все старинные исландские традиции, британские традиции разведения овец и обработки шерст, она выпустила совершенно, совершенно замечательную книгу об истории этих овец, об истории обработки шерсти, ну, то есть такая вот просто очень-очень основательная книга, но помимо того, что она рассказывает тут историю этих флисов, да, вот она очень подробно рассказывает об их свойствах, да, и в этой книге, ну, помимо всяких разных схем, методов обработки в домашних условиях, да, прочесывания вот этой шерсти, то, что я вам говорила, отделение пуха от грубого покровного волоса, как правильно прочесывать, о свойствах пряжи, тоже тут прекрасно можно почитать, что для чего подходит, и тут много информации о растительном крошении, о крошении грибами, что очень популярно в Скандинавии, то есть вот эта книжка, ну, просто очень-очень полезная, нужная, если повезет, вот действительно хватайте не глядя, на Амазоне, ну, можно всегда, по крайней мере, оставить какой-то на нее предзаказ, естественно, русского переливона нет, потому что эта книжка, вот она даже просто на пружинке вот такой, выходила небольшим тиражом, я ее тоже вот посчастливилась, купила, берегу как зенец ока, очень люблю. Есть несколько более таких вот популярных изданий по вязанию из исландской шерсти, но поскольку вещи эти знаменитые, они никогда не выходят из моды, но мне вот очень нравится вот эта книга, и тоже я специально посмотрела, на Амазоне она есть, бэушная, естественно, потому что книжечка-то, в общем, издана в Нью-Йорке уже, сколько, больше 10 лет назад, да, тут, ну, про обработку шерсти, само собой, но тут вот прекрасные, вот такие вот, есть не пошлые, не заношенные, не банальные схемы исландских свитеров, это то, что не ходит по интернету, там, в огромном количестве схем, там, на всяких разных пиратских сайтах, да, то есть, тут не банальные модели, все описания очень простые, ну, опять же, я вам сказала, как можно сделать перевод, кстати, лапопейса, это не обязательно свитер, вот, с круглой кокеткой, это вообще свитер из исландской шерсти, если правильно перевести, тут масса моделей именно ажурных, из тонкой пряжи, ну, и, конечно, прекрасные орнаменты, хорошие, такие, добротные, и варежки, и шапки, и детская одежда, то есть, вот такую книжку очень-очень рекомендую вам почитать, кстати, вот ссылка внизу, там, посмотрите, на сайте из текс, там будет масса бесплатных описаний, да, вот старых описаний, и вот такой вот есть журналы Лопи, причем, знаете, вот я не покупаю, у меня их много разных выпусков, за прошлые годы стареньких журналов, новые я не покупаю, потому что они стали уже просто повторением старых, вот, смотрю онлайн, да, и ничего уже не хочется заказывать, потому что, вот старые журналы Лопи, это, да, это просто, вот, обалденные вещи, практичные, хорошие очень, ну, я не очень люблю такую бахрону, но, как бы, вот, необычного покроя Лопопейсы, да, с хорошими орнаментами, ну, как, уже старая пружинка, и она скрипит, любят они, кстати, выпускать на пружинках, да, вот эти вот журнальчики, вот, то есть, вот простой вариант, да, просто градиент, а как эффектно смотрится, ну, всякие детские одежечки, вот, опять же, все с подробными схемами, и старые вот эти журналы, они, собственно, стоят тоже на Амазоне абсолютные гроши, вот такая вот шерсть, люблю ее, действительно, очень нежно, мало кто с ней работает в России, да, потому что просто мало знают свойства этого материала, и он не раскручен, не продается там подряд во всех магазинах, но, тем не менее, есть магазины, где она в продаже, могу сказать одно, что свитер или куртка из такой пряжи, он практически вечным будет, да, можно из поколения в поколение передавать, единственное, что если вы вяжете из непрядины, из плоту лопи, вот распустить, допустим, уже практически невозможно, она подваливается, если из алофос лопи, то можно, да, как бы даже распустить, может быть, что-то перевязать, потом еще раз. Соответственно, из кем-блопи, да, из кардачоса, ну, несколько моих учениц, да, что-то пробуют валять, а так, в принципе, даже в Исландии валяние из этой шерсти не особо распространено, она легко уваливается, ее водой намочить сначала сложно, но потом, когда она хорошо напитывается водой, она очень легко уваливается, есть, несомненно, свои особенности. Вообще, шерсть лопи, она, ну, как бы, линейную усадку, не в войлоке, не в вязаном полотне, не особенно дает, не уменьшается так сильно в размерах, именно по площади, но она уплотняется по толщине. Вот, зная вот этот момент, надо, как бы, очень тщательно подходить к расчетам, да, и когда сделан образец, тоже, как бы, вот смотреть, что по размерам, да, при ВТО, причем раз за разом, вещь не будет уменьшаться в размерах, давать усадку по ширине, по высоте, но она будет, как бы, вот уплотняться, таким образом будет казаться, что полотно само по себе становится потоньше, но оно от этого менее теплым не станет, то есть просто будут вот эти вот нежрядные пространства заполняться вот этим пушком, и просто более и более качественным будет становиться шерстяное полотно. Ну, войлок так часто не стирает, поэтому тут, как бы, угроз такой практически нету. Ну, наверное, все, да, на сегодняшний день не буду закрывать красивую улыбку девушке. На следующей неделе я планирую видео по вязанию лопопейсы, причем достаточно необычной, поэтому, чтобы не пропустить на колокольчик, нажимайте, да, подписывайтесь на канал, я буду рассказывать по максимуму вам всякие интересности и полезности, если вам это нравится, ну, соответственно, реагируйте лайками, если не нравится, то дизлайками, это уже, тоже важный момент для меня, я буду это учитывать. Задавайте вопросы, пишите комментарии, я стараюсь на них оперативно отвечать, ну, и до скорых встреч, я желаю вам как можно больше свободного времени на наши любимые занятия. Субтитры подогнал «Симон»!